Привет всем, друзья! После ролика о поэте-пророке Велимире Хлебникове вы просили рассказать и о других, не менее сильных пророчествах из книг. И сегодня будет ролик о действительно потрясающем авторе, настоящем писателе-пророке, в произведениях которого заключены события будущего. Сбываются они с невероятной точностью, и мы сегодня сможем в этом убедиться, так как все произведения великого писателя-фантаста Ивана Ефремова находятся в свободном доступе. При этом не все пророчества из них уже сбылись, многие лишь ожидаются к исполнению и конкретно в наше время. Писатели знают так же, как советского ученого-палеонтолога. Его прозорливость не раз помогала в работе над научными трудами. Бывало, что его так называемые догадки о реальном положении вещей опровергались целыми группами европейских именитых ученых. Но, как ни странно, со временем оказывалось, что именно Ефремов был единственно прав. Также он получил звание философа-космиста за то, что слишком хорошо объяснил фундаментальную природу происхождения человеческого сознания и его взаимосвязи с космосом и Вселенной. И это все происходило в середине 20 века, когда еще не были так развиты средства информации. Ученый и писатель поразительно точно описал и наше с вами время, и сознание людей в это время, а также будущее, которое связано с мыслями и поступками каждого из нас. Ведь все мы вместе – это единое человеческое общество, отзвенив которого и зависит, какой будет жизнь дальше. Когда человек думает, что в тех же самых природных волнениях и стихиях его вины нет, то он сильно ошибается, говорил Ефремов. На самом деле и мир, и Вселенная лишь реагируют на то, как люди себя ведут, каков их уровень нравственности и особенно поступки, напрямую из этого вытекающие. Земля, как огромный единый организм, прекрасно бы себе развивалась и дальше, рождая новые виды растений и животных, полезных и интересных организмов. Однако есть целые миллиарды людей, живущие исключительно потреблением земных благ и ничего не дающие взамен. Нарушая природный баланс и законы природы, он получает ответ от планеты, которая стремится защитить себя от паразитарных существ. Иван Ефремов испытывал сильную грусть от того, что никак не может повлиять на сознание огромной массы людей, привыкших жить по законам потребления, ведь именно такое коллективное сознание повлечет за собой гнев планеты, и это уже будет не просто предупреждение. Писатель неоднократно доказывал правоту своих суждений в великих литературных трудах, за что его имя до сих пор у всех на устах. При этом предсказания Ефремова очень легко проверить. К примеру, в своем рассказе 1944 года «Подломный голец» писатель объяснил, что именно в Центральной Сибири жили первобытные люди, современники древнейших обитателей Африки. И это очень удивило ученых, ведь на тот момент именно Африка считалась прародиной человека. Ефремов сказал, что между древними жителями этих регионов имеется прямая связь, во что многие, конечно, не поверили. Однако спустя почти 40 лет археолог Молчанов недалеко от Якутска вел раскопки и неожиданно наткнулся на стоянку древних людей. Там же он получил образцы орудий труда человека, гуляющего по тем местам, аж 2,5 миллиона лет назад. Поразительно, но они оказались абсолютно идентичными с теми орудиями, которые нашли на раскопках в Африке, во главе с археологом Лики. Возраст африканских находок оказался 2,6 миллиона лет. Друзья, спасибо, что поддерживаете нас на Boosty. Среди первых 10 подписчиков будет разыгран первый приз, а после такие розыгрыши будут проводиться ежемесячно, и каждый из подписчиков даже с минимальным уровнем поддержки в 100 рублей получит возможность выиграть. По итогу в конце года будет проведен розыгрыш подарка, получить который мечтает каждый. Присоединяйтесь, пока шансы на выигрыш очень высоки. Доступ к эксклюзивному контенту, анонсам роликов и статьям о будущем теперь доступен вам в полной мере. Переходите на Boosty и подписывайтесь. Ссылка в описании. Найдены были также однотипные конструкции по возрасту древнеафриканских, что напрямую указывает на Сибирь как прародитель древних народов. Писатель говорит о том, что люди совершенно напрасно считают древних обделенными интеллектом, якобы по сравнению с современными людьми это небо и земля. На самом деле древние были высокоинтеллектуальными людьми, ведь чтобы выжить в тяжелых условиях Сибири, им приходилось не только владеть огнем, но и охотиться, выслеживать добычу, строить укрытия, готовить еду и даже шить одежду. Ученые нашли также жезл, сделанный из бивни мамонта, на котором определялись 1065 лунок, вместе образующих спиральный узор. Ачинский жезл детально исследовали и по результатам выяснилось, что почти 20 тысяч лет назад древний человек изобразил таким образом поразительно точный, один из первых в мире лунно-солнечный календарь. Естественно, писатель опять оказался прав. Древний человек ничуть не уступал своими мыслительными способностями современному, а возможно даже превосходил его. В 1929 году провидец передал статью в немецкий геологический журнал, в котором предсказывал испытания и создание подводного телевидения. В 1947 была испытана первая система, предсказанная Ефремовым, с которой и началась эра подводных съемок. Первые кадры были сделаны на атолле Бикини. За три года до этого события в рассказе «Атол Факаофо» провидец напомнил о скором будущем подводных съемок. Также писатель предсказал наличие алмазов в Сибири и ртути на Алтае. В повести «Звездные корабли» 1947 года описал объемные голографические изображения, первые из которых были получены в 1962 году. Помимо этого, писатель-пророк описал десятки предметов, которых еще не было, предсказал всемирную сеть интернет, экзокостюм, микрочипы, стационарный спутник Земли и много чего еще. Причиной бед на Земле он назвал ее первородный геологический механизм, так называемые ионизирующие излучения, огромные сгустки энергии, выпущенные Землей на поверхность. Они же оказали влияние на эволюцию и мутации генов. Следует помнить, что у Земли масса защитных механизмов, которыми она может воспользоваться в любую минуту. Даже тех, которые могут нам показаться неожиданностью. Об этом можно почитать все в той же повести «Звездные корабли». Как видно, из представленных пророчеств сбывались и недалеко не сразу. Бывало, что даже спустя полвека писатель оказывался прав. Если и дальше описывать его предсказания, к 1960 году Иван Ефремов начал описывать необычное микрокибернетическое устройство, способное самостоятельно ставить диагноз, а после решать проблему больного. Все, что нужно, это просто проглотить устройство. 1958 год и роман «Сердце змеи». 1968 год Иван Ефремов предсказал создание оружия, способное лишь с помощью звука ударить или убить противника. Ультразвук, как ни странно, действительно на это способен. И это уже не фантастика. Особо интересным в плане пророчеств на ближайшие годы является роман «Час быка», написанный автором-пророком также в 1968 году. Что же значит на самом деле «Час быка»? Соотносится с китайской астрологией, где каждому часу соответствует животное гороскопа. Час быка стоит между часами крысы и тигра и включает промежуток с часу до трех часов ночи. Наряду со временем быка существует еще 11 временных интервалов, но ведь о них ничего не сказано. Что же произойдет в интервале между часом и тремя часами ночи в час быка? Ефремов пишет, что впереди у людей глобальная экологическая катастрофа, которая произойдет после потери нравственности в мире, где не останется честных людей. Перед своим уходом писатель сказал, поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем люди начнут дорогу к самоуничтожению. Деградация будет прогрессировать, люди перестанут думать, дети с раннего возраста будут ленивы к учебе и почти неуправляемы. Это все черты времени, когда человек пойдет в направление, из которого нет выхода. Только люди могут изменить свое будущее, если каждый начнет с себя. Иначе некому будет спасать и кормить больных людей, некому их перевозить. Мы можем видеть, писал Ефремов, что с древних времен нравственности честь важнее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империи и государств происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории. И поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения. Экологической катастрофой не избежать. Извержение вулканов, разливы рек и океанов. Земля после этого восстановится. А вот люди – это уже другой вопрос. Представьте, что Земля станет совершенно другой, какой вы ее не знали и не видели. Изменится ландшафт и расположение материков. На месте пустыни окажется океан. Думаете, такое невозможно? Так вот, люди уже близко к этому, говорит Иван Ефремов. А вы что думаете о предсказаниях писателя и пророка Ивана Ефремова? Пишите свои мысли в комментариях и, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте ему лайк или дизлайк. Это очень важно для наших авторов, которые работают для вас. Если понравился ролик, подписывайтесь. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok